Ленинский район может гордиться своей талантливой молодежью и одаренными детьми, которых у нас очень много. Год от года число медалистов и победителей конкурсов только увеличивается. Надо сказать, что у нас хороший результат в этом году. За примерность в учебе 78 ребят получили золотые и серебряные медали. 38 из них только золотые медали. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. У нас 17 стипендиатов именной стипендии губернатора Московской области. Одним словом, система образования Ленинского района работает успешно, работает с хорошим и мощным импульсом. Доброй традицией в районе стало вручение первым из лучших именных стипендий главы. В этом году заявок на получение гранта было как никогда много, больше 150. Для того, чтобы попасть в их число, нужно было пройти жесткий отбор. Это обязательная учеба на 4 и 5. Это победы областных всероссийских туров предметных олимпиад, а также интеллектуальных и творческих конкурсов. С этой задачей отлично справились ученики Видновской детской школы искусств. Стипендиатов от Дыши в этом году в два раза больше, чем в прошлом. Мы постоянно делаем успехи, развиваемся огромными темпами. И вот результат. На сегодняшний день 6 наших учащихся получили премию главы района. Это небывалый успех. Успешным прошедший год стал и для воспитанницы Центра детского творчества «Импульс» Татьяны Лосевой. Человека не только творческого, но и активного участника школьных олимпиад и спортивных состязаний. В этом году Таня заняла третье место в прыжках в длину на спартакиаде учащихся. За такие достижения девушка уже не первый раз удостаивается гранта главы. Сейчас третий раз. Я уже понимаю, что третий раз я стараюсь уже получать каждый год. Это для меня тоже огромнейший рад, так же, как и в первый раз. В число 50 лауреатов стипендии главы попала и ученица Володарской школы Настя Сауткина, выпускница первой художественной школы имени Серова. Ее стенд в фойе скорее можно было назвать мини-выставкой. На нем была представлена и Настяна дипломная работа, написанная в жанре символизма. Называлась она «Города нашего подсознания» по мотивам книги Лавкрафта «Стамбулические поиски неведомого кодата». Вот эта вот работа у меня заняла третье место по Москве. У нас был конкурс на тему «Первый полет в космос». И я представила мир, совершенно отличающийся от Земли. И дальше меня это подтолкнуло на создание другой серии. Среди лауреатов – ребята, победители районных предметных олимпиад и областных, российских и международных конкурсов, дипломанты региональных фестивалей, а также призеры спортивных чемпионатов. Особенно отличились воспитанники оздоровительного центра «Дельфин», среди которых были и дети с ограниченными возможностями. Среди многочисленных пожеланий, прозвучавших в адрес стипендиатов, главным было не останавливаться на достигнутом. Татьяна Кімго, Алексей Ильгин, Відне ТВ.